здравствуйте друзья с добрым утром хотел вот поделиться на выходных вот тут не знаю там 27 28 27 декабря смотрел я на ютюбе двухчасовую даже свыше двух часов продолжалась передача такую на канале такой организации называется бизнес молодость в россии и была презентация по поводу инстаграм вот весь мир типа значит думает что инстаграм это место где там странный народ какие-то фотки свои вывешивает с гримасами а вот мы сейчас тут бизнес будем делать и я с большим интересом посмотрел мне понравилось и передачи и ребята все очень понравились которые там задействованы были и так далее если что два с половиной часа конечно жалко но ничего ничего просто трудно бывает высидеть там что интересно вот мое внимание привлекли некоторые различия знаете вот в том как бизнес проистекает в российской федерации и вот у нас тут в соединенных штатах например там был такой тезис в пользу инстаграм что это люди это платежеспособный спрос то есть вот люди которые пользуются инстаграм это люди ну как бы сказать зажиточные это не бедные люди у них есть смартфон и вот может быть даже приличный смартфон и у них там может быть даже статистика не приводили какие-то там картинки вот по поводу того что народ который на инстаграм он как бы больше денег тратит того ли что такое то есть вот а у нас я пошел первое что я сделал я пошел википедию почитать что пишет про инстаграм и там вот где демография этого всего очень интересно значит выясняется что из пользователей интернета с доходом до 30 тысяч ну то есть совсем бедные ничего не зарабатывающие люди самый высокий процент тех кто пользуется инстаграм там вообще где-то говорят что 400 тысяч всего пользователей вот сейчас год назад было 300 миллионов я знаю сейчас 400 миллионов про 400 миллионов там не было написано вот ребята говорили в передаче я им доверяю его значит говорят что богатый народ у нас бедный там нет такой уже прямо громадная разница но теперь люди с доходом свыше пятидесяти тысяч и там не 15 процентов а только 12 и я когда стал думать почему так я думаю что просто у них наверное времени меньше то есть люди которые больше зарабатывают наверное у них меньше свободного времени на такие сказать занятия ну такие социальные что ли которые ты не растешь профессионально ты не не развиваешься духовно а ты как то вот не поймет на что там вот как-то убиваешь время фактически я грубо я извиняюсь если кому-то это неприятно ну так я гротесково так я объясняю вот а наличие смартфона абсолютно не является признаком но но никакого достатка вообще то есть даже не за иногда смотришь так вот по чехлу к смартфону может быть можно лучше судить о достатке если разбираться если разбираться я не разбираюсь так я просто вижу чтобы какие-то цены сумасшедшие там на кусочек пластмасски там резинки и так далее значит что еще сказать там приводились данные что вот на фейсбуке человек гораздо меньше времени проводит чем в инстаграм если кто не знает фейсбук купил инстаграм там пару лет назад 2013 году 12 13 вот это часть фейсбука значит в википедии пишут что нет пишут что пять минут в среднем человек проводит на фейсбуке и пять минут в среднем он проводит на инстаграм то есть особой разницы нет там приводилась такая цифра 21 21 минуту люди проводят в сутки на инстаграм это я уже не знаю даже чё там так вот сидят значит это фотки листают но это я не знаю чем объяснить то есть я как бы доверяю этим цифрам но я думаю наверное вот в россии так потому что вот соединенных штатов такого нет или скажем так в среднем по инстаграм там не было статистика сугубо американская там была статистика в целом по инстаграмм а все-таки 400 миллионов пользователей это как бы явно выходит сильно за пределы соединенных штатов ну вот и они там бизнес как бы делают вот они что-то там продают через инстаграмм вот допустим там какая-нибудь мамочка с детками а за ней там следует сюда у него followers там не знаю там даже 5000 человек но они за ней следят как она там с детками вот она говорит ой купила деткам там вот азбуку магнитную дальше все хотят эту азбуку то есть много продаж идет вот но опять много это не я бы не сказал что какие-то коммерческие серьезные масштабы это может быть там довольно малый на самом деле бизнес то есть я помню там показывали передачи мужика с таким но это серьезный такой серьезный успех у него на инстаграм он там в месяц там 4000 долларов получает заказов на эту сумму это конечно там достаточно мелкий бизнес но в целом вот так я просто посмотрел мне было очень интересно у них курс есть онлайновый и я все думал можно записаться как-то надо тоже развиваться и что-то такое подхватывать вот я бы даже наверное пошел то есть я бы даже с интересом пошел но там нужно много заниматься это требует требует усилий временных таких затрат поэтому я даже не знаю пойти не пойти мне ничего коммерческого от инстаграм совершенно не нужно но просто знаете как мир мир меняется я например не пользуюсь инстаграма у меня даже не установлено нигде и но я многими вещами не пользуюсь я вот и вот сам не пользуюсь и вайбером не пользуюсь то есть мне хватает выше крыши того что есть но я понимаю что как меняются люди которые помоложе значит они пользуются соответственно если ты хочешь иметь к ним доступ как-то апеллировать к ним соответственно ты должен быть там где они то есть я как бы умом понимаю но как-то не знаю не кликает у меня с сентября месяца этого года 2015 пока года значит там началась реклама там можно размещать рекламу и за денежку и там как ребята объясняют очень хорошие возможности для таргетирования то есть вы можете сказать вот дайте мне там пользователей самых дорогих там я не знаю смартфонов вот там ну вы должны систему видимо указать там то есть наверное там и уровень образования и доходы и так далее все эти вещи то есть я я вот подумал а вот если бы я захотел например тут на местности собирать людей с американским образованием американцы грубо говоря да с американским образованием и которые мало зарабатывают но с высшим образованием но дальше значит там тоже последняя вещь которую я хочу упомянуть значит там показывали примеры они разбирали всякие кейсы и там получалось что типа 6 рублей за клик стоила реклама 6 рублей за клик 6 рублей это что там такое получается там типа 9 центов ну даже пусть 10 я когда пошел изучать сколько у нас тут клик стоит получается что он стоит 42 цента вот может быть там надо было бы более тонко посмотреть там кто кому чего нужен но в америке же чудовищных масштабов этот бизнес рекламный кроме того я не знаю вы в курсе или нет но несколько месяцев назад там такие фундаментальные изменения произошли в политике реклам рекламодателей то есть они уходят сейчас массово из традиционных видов рекламы телевидение газета там и так далее и бюджеты свои переводят в онлайн вот на этой новости я помню там подскочили в один день акции сразу всех онлайнеров там и facebook и amazon там и так далее так вот там много народу хищническим глазом смотрят где бы значит это подцепить чего и пишут я на профессиональном сайте уже прочитал рекламу они пишут что конвертирование показов в клики вдвое выше было на инстаграме чем на фейсбуке но они говорят что может быть это связано с как бы с новизной фишки то есть как бы реклама вот она только появилась раньше не было народ как-то более любопытный так потихонечку она куда-то уходит я помню время когда баннеры считались эффективной рекламой но может быть я такой старый но я ленин это еще не помню уже не помню а вот это помню значит да потом как-то они так приелись на них уже перестали замечать но вот может быть здесь тоже так как бы эффект новизны поэтому все это очень новенькая и я просто рассказываю впечатлениях вот я посмотрел передачу и 40 центов что-то не знаю я никогда рекламы не давал но смысле может когда-то в газете в русской так у меня там было такой маленькой объявлений а еще бы еще еще было в индийском журнале того до обвала интернет бума в 90-е годы потом этом объявление стояло с тех пор как-то мы обходимся без рекламы платной там или какой-то вот у нас есть сайт который хорошо выходит в принципе в google но поскольку у нас 90 процентов это по рефералам народ приходит то в общем там совершенно без разницы как она выходит в google или там где нить еще даже не знаю что сказать на самом деле вот наш видеоканал вот этот силикон вал и войс повлиял тоже довольно неожиданно для меня то есть я меньше всего об этом думал в тот момент но он у нас повлиял на то что у нас стал расти быстрее чем нормально бы он рос онлайновый курс вот стала стала как-то друг прибавляться там народу удаленного да потому что так мы то в принципе локальные тут у нас все студенты локальные вот эти 90 процентов они локальные и они приходят по наводке так от локальных которые успешны в общем такие вот интересные размышления о просмотренном они называют мастер-класс да почему мастер я не знаю но но приятно атмосфера приятно ребят молодые так симпатично все это очень симпатично будут просмотры этого мастер-класса на канале бизнес молодость у меня просто какой-то комплекс вины что ли перед социальными сетями то есть у меня такое ощущение что я абсолютно ничего не делаю на этих социальных сетях то есть у меня есть аккаунт на фейсбуке и там четыре с половиной тысячи подписчиков ну а я ничего такого не делаю я просто ссылки на видео мои туда идут и все я не не делаю постов никаких ничего такого там не происходит я думаю может быть уже не делать все ссылки а может быть делать изредка потому что вряд ли такой вот фейсбуковский аккаунт на котором ссылки 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 вообще интересно чтобы вообще заходить ну ну я не знаю но я заметил что есть люди которые заходят на наш канал на видео через twitter и через facebook то есть они где-то там вот отслеживают получают какие-то нотификации на twitter и на google plus у нас все видео автоматически роботом проставляются когда я их вывешиваю а вот все остальные уже надо вручную уходить то есть допустим вот facebook в частности значит надо делать вручную и у нас есть женщина там живет на украине она этим занимается ну так как помимо разных дел то есть она все видео туда забрасывает так что вот этот комплекс вины как бы я думаю вот instagram а я даже вот не пользуюсь и вообще никогда не смотрел на это и мне становится стыдно потому что вот когда смотришь на какого-нибудь блогера и у них у всех там about этой страничке там где ссылки на разные другие ресурсы там и так далее вот их ресурсы его там у всех есть инстаграм а у меня что-то нет инстаграм о чем мне нужно инстаграмная я наверное пойду аккаунт сделаю если там найдется 20 минут свободно значит пойду может быть что-то сделано это что надо потом фотки делать ой а какие же меня фотки я даже не знаю не то что там допах до похудания после похудания подтяну что я себя так вот или там гостей наш ну посмотрим ладно в общем такие у нас дела давайте я покажусь вам внешне а то мне одни говорят дорогу покажи другие говорят что ты себя не показал 3 говорят вы уж там покажите и себя и дорогу там в начале в конце а то как-то даже неприлично говорят до свидания говорит значит физиономию свою спрятал да не прятал вот пожалуйста вот она физиономия 20 боюсь соврать 8 на сегодня число понедельник короче понедельник я еду в офис и у меня масса масса всяких дел на самом деле который если сейчас не сделать то потом трудно сделать потому что все время дергают а так чтобы вот несколько часов можно было просидеть и тебя бы никто не дергал это просто сказочный вариант так что вот я приехал поработать вот ну и я так отдельно может потом с новым годом там всех поздравлю но поскольку уже пошло много поздравлений там в личке и так далее я как бы уже тех кто досмотрел до этого места я их отдельно вот прямо сейчас поздравляю с новым годом и желаю всего хорошего счастливо